александр приветствую тебя очередной совместный эфир приветствую до техника фундамента тех кто следит за нашим совместным аналитическим творчеством знают как и что мы разбираем по поводу друзья обратной связи она всегда необходимо обязательно пишите если есть особая потребность чтобы непосредственно вот с александр мы разобрали какой-то актив потому что александр делает очень неплохую такую интересную ставку на отдельные активы российского фондового рынка и вы видели что рекомендации очень неплохо себя отрабатывает в общем а если есть запрос давайте фидбэк и обязательно к нему прислушиваться ну что вот у нас был небольшой пробел паузы с тобой в эфир за это время финансовых рынках очень много чего случилось и не хочется сейчас рассекать особо по древу там комментировать и изменения связанные с потолком государственного долга с возможной переоценкой теперь решений американского регулятора который предполагает отказ или не отказ от экономических стимулов сегодня я предлагаю несколько отойти от этого фона и посмотреть на как срочные тенденции давай тогда с меня начнем но тем не менее как мы с тобой предполагали голодов был увеличен поэтому за это что не произошло это это точно до 3 декабря выиграли время а там конечно же по осмотрим так секунду сегодня я хотел бы так демонстрация уже пошла да есть сегодня я хотел бы сделать пару комментариев про перспективы рубля потому что вот других роликах и под моими брифингами были вопросы касательно того что может случиться дальше с рублем если александр у тебя есть там свой взгляд технической картины то было бы неплохо если нет ну ничего страшного тогда не буду забивать гола смотрим где нет двухсекундное дело ну круто тогда по поводу фундамента что думаю я относительно рубля целом текущей котировки 71 82 и я последний там и кажется больше чем месяца два рассматриваю рубль только лишь с точки зрения покупок потому что верил в целом в ту обычную динамику которая сохранилась на рынке нефти рад не ожидал что нефть сможет добраться настолько высоко есть другие причины друзья почему рубль сейчас пользуется спросом это сам факт интереса к валютам развивающихся стран особенно таким как рубль то есть рубль своей динамикой последних месяцев доказывает то что на нем очень неплохо можно зарабатывать даже несмотря на то что происходит с долларом ну нефть как я уже отметил само собой разумеющиеся факты чем лучше она себя чувствует тем лучше и красивее верстается бюджет рф соответственно таких и но это классическая реакция валюты развивающейся страны на рост стоимости главного экспортного ресурса третий фактор который также имеет место быть это интерес к облигациям федерального займа степи мы анализируем динамику вот я смотрел на актуальные данные на прошлую пятницу то есть спрос на оффз со стороны нерезидентов вырос больше чем на процента сейчас доля нерезидентов в этих активах составляет уже 23 с половиной процента а общее вложение достигли 3 триллионов долларов и у меня опять же многие кто консультируется спрашивают какой актив сейчас является весьма доходным если оперировать российскими реалиями то я без каких-либо сомнений всегда рекомендую рассматривать сейчас оффз особенно при таких оставках как сейчас и особенно при сохранении тенденции ужесточение политики именно российского регулятора следующий момент который тоже нужно обозначить это как раз инфляция в рф она продолжает расти и и не удается сбить рост инфляции в развивающихся странах провоцирует логичный отклик центрального банка в данном случае центрального банка россии который повышает ставку рефинансирования сейчас уже 6 75 процента и следующее заседание так по моему она будет в конце октября так секундочку даже до 27 октября вроде бы как 25 или 27 я не могу точно сказать но где-то в этих числах и думаю что центральный банк продолжит повышать ставку как он ранее обещал и вполне возможно что поднимет ее сразу на полпроцента то есть до 725 это также подстегнет рост доходности российских облигаций пожалуй вот этот замкнутый тыкл опять пройдет поток средств со стороны нерезидентов ну и конечно же операции carry trade и которые очень привлекательны сейчас в отношении российских активов и с учетом российской действительности касательно процентной ставки потому что carry trade что это такое вы берете два актива конкурирующих рынка форекс смотрите на процентные ставки и соответственно занимаясь в одном регионе инвестируйте средства другой регион но это вот как бы экономическая теория только что я сказал что по цб ставки растут и уже 6 75 будут выше а например взять например ту же самую еврозону либо фрс вы знаете что ставки лежат на около нулевых отметок вот и благо для того чтобы зарабатывать на расхождение этих политик поэтому следующему эфиру нашему я думаю что доллар рубль реально может оказаться уже поближе к 70 ровно так еще хотел сделать акцент на новозеландский доллар который сейчас растет ну сделка будет на продажу счет котировки 69 0 69 50 рекомендую сделку 0 69 20 с стопом 0 69 70 тык профитом на отметке 0 68 здесь акцент на ситуацию с коронавирусом во крупнейших регионах новой зеландии последние данные я видел от министерства здравоохранения новой зеландии где из-за вспышки инфекции в окленде там примеру один из статистических центров были продлены ограничения третьего уровня до практически конца октября и ранее я допускал что если эти меры будут продлены то соответственно экономики будут совсем тяжко справляться с экономическими последствиями и будут проблемы простой и в росте производства сектора сферы услуга и проблем для рынка труда короче я думаю что резервный банк новой зеландии который ранее повысил процентную ставку наломал дров конечно же и дальше будет знать плоды вот этих неправильных решений ну а мы попробуем заработать на дальнейшем снижение курса нового зеландца и еще один актива это европейская валюта которая сейчас котируется на отметке 1 15 57 я здесь прям очень хочу добить до уровня 1 15 такая субъективная моя ставка стараюсь визуализирую но кто может отрицать тот факт что мы сами зачастую можем повлиять на результат своим чрезмерным хотением этого результата в общем один 15 я на своих тоже аналитических выпусках комментировал что здесь и рыночное настроение и тот самый контраст политиках в данном случае и cb фрс и cb не будет сокращать экономические стимула фрс может свернуть программу количественного смягчения в миллиардов на 10 на 15 под конец этого года 1 15 это цель можно шортить прямо с текущих уровней кто хочет заработать еще больше допускаю что на уровне 15 мы не остановимся так александр слово тебе благодарю артем по паре доллар рубль давайте такие раз мы уже затронули доллар рубль посмотрим с технической точки зрения включая демонстрацию экрана только единственное что ты должен дать разрешение вот точно да все есть должна идти демонстрация графика видно да отлично итак пара доллар рубль конечно больше внимания уделим дневному графику где мы наблюдаем с вами нисходящую тенденцию которая у нас продолжается еще еще с марта 2020 года посмотрите уже полтора года у нас присутствует нисходящая тенденция однако был достаточно важный уровень хотя это даже исторические данные которые у нас уже не так точны как должны быть районы где-то 72 800 и мы успешно вот на текущий момент пытаемся преодолеть этот уровень для того чтобы закрепиться ниже если удастся это все таки сделать конечно же перспектива дальнейшая только на снижение на укрепление рубля я уже очень много и часто слышала своих коллег как своих клиентов своих друзей что ребята которые живут в россии не говорят мы понакупали валюты но толку что вы понакупали хотели заработать но так выходит что мы только теряем это не означает что они теряют это просто они пока держат доллары у себя на руках и и либо на споте покупают да и пока не продают тем не менее я считаю что после такого длительного снижения и роста нефти я сейчас также затронет отскок по данной паре неизбежен этот отскок может пройти там до 73 300 вот вы видите здесь прекрасно проведенный уровень который может достигнуть цена пары доллар рубль и после этого начать очередное снижение для подтверждения этого сигнала очень важно увидеть перелов вот этих минимумов которые у нас образовались на прошлой неделе и на текущей неделе как видите в понедельник очень важно у нас здесь цифра семьдесят два 418 но это по фьючерсу на споте может цена там немножко отличаться чтобы вы видели но тем не менее я пока споняюсь потому что так как на сегодня нет перелого у нас этот кат скорее всего мы сделаем перехай вчерашнего максимума и пойдем чуть чуть выше это не так критично как видите подневки инструмент входит вверх-вниз но с постоянными обновлениями минимум поэтому динамика пока нас больше нисходящей на глобальной тенденции но краткосрочно вот локальном периоде мы можем увидеть какой-то отскок по этому инструменту что касается нефти по-прежнему сохраняясь свою рекомендацию что это самый сильный инструмент на текущий момент в паре с сбербанком ртс там газпром вот эти все четыре инструмента которые выглядят очень хорошо на рынке но на текущий момент именно на сегодня нет пока что находится вот пределах еще своей восходящей тенденции она не менялась пока и склонности у нее изменения тенденции нету но тем не менее сегодня мы попытались обновить минимум прошлого дня даже не минимум прошлого дня уровень предыдущего дня который у нас образовался вчера в районе 83 48 83 47 но сразу же с этой точки произошел выкуп и мы пошли немножко наверх для того чтобы продолжить этот рост нам необходимо пробитие уровней в районе 84 если не считая 60 до 84 59 и тогда тенденция опять же растущая продолжится у нас есть если не считая 84 даже тут 63 это был хай но вот эти уровни необходимо пробивать для продолжения тенденции обратите внимание как долго у нас продолжается тренд он был начат еще 23 августа получается сентябрь октябрь вот у нас уже два месяца идет только растущая тенденция без особых каких-то глубоких коррекций за исключением вот этой вот ситуации вот этой в остальном у нас только переха и дальнейший рост ну уже ходят слухи что нет будет стоить 90 уже говорят что она будет стоить 120 140 уже начинает пугать когда такое происходит конечно же какая-то коррекция должна наступить когда она наступит неизвестно но благодаря вот этой коррекции пара доллар рубль как раз мы свяжем два инструмента может отскочить там до своих каких-то либо уровня либо ключевых зон куда снова начнут набирать позицию для шарта тем не менее эти инструменты выглядят по-прежнему хорошо но уже я с опаской смотрю очень сильно выросли действительно очень сильный рост был и с опаской смотрю сбер посмотрите какое распределение произошло по сберу очень сильное движение прошло порядка 20 процентов у нас был рост если я не ошибаюсь и соответственно мы увидели с вами хорошее распределение получения прибыли крупными игроками потому что долгое время август сентябрь накапливал это то что касается российского рынка и ртс соответственно ртс до двигался дальше устанавливала очень хорошие отметки показатель для своего осеннего периода в принципе как вы видите обычный ртс когда демонстрируют широкие росты либо там падение это плюс минус там 15 или 25 тысяч роста обратите внимание отсюда 155 185 уже 30 тысяч роста за последние там три три с половиной месяца это достаточно хороший показатель и говорит о том что на рынке присутствует деньги присутствует сила и скорее всего это так просто нельзя будет сломить потому что тренд достаточно уверен но опять же коррекция это такой элемент который присутствует всегда рынок не может постоянно расти точно так же как и автомобиль не может без топлива либо без подзарядки если это электромобиль когда она наступит да есть уже какие-то нюансы проявляются что может быть какая-то коррекция она может быть быстро она может быть медленно она может затянуться в боковик то есть все может произойти в любой момент просто нужно быть к этому готовым и обязательно ставить стопы когда вы торгуете это то что касается российского рынка также вы знаете я немножко затрагиваю крипту сейчас на небольшой коррекции связано это с тем что первую очередь bitcoin очень сильно вырос из прошлых наших обзоров мы говорили что возможно пойдет шорт не получилось зону удержали соответственно рынок развернулся и конечно же мы увидели с вами рост ближайшем уровне сопротивления эти уровни которые пришли из трендовых линий образовались еще ранее еще двадцатых года двадцатом году почти и достигли вот этого сопротивления сейчас нужно закрепиться ну конечно же топлива тут не так много уже осталось для того чтобы пойти на перехай поэтому будет где-то коррекция как глубоко она пройдет я пока не знаю но рассчитываю где-то район там 47 48 тысяч это если все получится на фоне остальных на фоне этого вы видите все инструменты практически красной зоне за исключением даже себе на бумажке выписывать инструменты да там rlc который смотрится довольно неплохо и никак не реагирует вот можно его посмотреть покупки да если кому-то будет интересно если нет могут шортить фьючерсы тут как раз стоп пределов так как мы ставим это около 10 процентов даже при покупке по текущей цене стоп можно за предыдущую свечу поставить и спокойно сидеть наслаждаться до целей там пять двадцать пять сорок еще рекомендация для спекулятивного для спекулятивной игры скорее всего и возможного получения прибыли потому что у нас был сигнал который мы давали в нашем чате закрытом давали сигнал здесь и удалось забрать там я выходил лично я выходил по 32 то есть я забрал там около 350 процентов в этой сделке там за несколько дней вот следующий кандидат который может быть я говорю это не постфартовом моменте это акита акита но у нее очень маленькая капитализация очень легко разогнать и поэтому можно здесь будет попытаться заработать деньги единственное что стоп пока что если ставить 1 и 6 но это будет 14 и 4 маловато нужно ставить стоп хотя бы вот за предыдущую свечу лучше всего ставить его вот сюда но пока что нужно найти более оптимальную точку входа но кандидат хороший появился объем мы вышли за пределы нашей сказать средний начинает накапливаться позиция точно так же как и по догел он который тоже готовится скорее всего на быстро почему эти инструменты напомню мало ликвидные у них очень низкая капитализация и разогнать их будет очень легко то всему пройти там 300-400 процентов не составит никакого труда потому что это сильно на капитализации не отобразится и списке криптовалютных монет он не поднимется в рейтинг это слишком высоко но для спекуляции можно как хорошую позицию это rlc я бы выделил и как спекулятивные достаточно быстро таки то и он опять же это не те инструменты которых нужно сидеть там вечно эти инструменты дали заработать забрал деньги ушел поэтому даже смотря например по шире да мы участвовали вот в этом движении все отсидели взяли здесь и участвовали в этом движении ну вот пришлось посидеть сколько ну полгода посидели там без позиции по это именно по этому инструменту но опять же заработать кому-то удалось даже здесь и здесь взять я хорошо взял можно было заработать больше вот убитку пока что видите выравнивать но уже стоимость его 57 с половиной это достаточно существенно проблема в другом биток растет альты не идут на берега вот что напрягает то есть доминация битка увеличивается скорее всего и мы видим с вами что люди больше вкладу биток возможно когда загонят биток высоко продадут биток завалят все монеты и за счет того что получилось продать биток дорого за счет этих денег купят альты по более дешевой цене вот и все но это стандартная ситуация как бы так все дела ну да то есть когда растет биткоины альткоины не растут так как биткоин это вот это напрягает когда падает биткоины альткоины падают еще так они и сейчас падают и когда он упадет на два процента не упадут на 10 вот в этом и проблема на самом то деле не будем портить настроение крипто энтузиастам не не я тоже крипто энтузиаст я говорю что коррекция может быть и вы должны быть просто не готовы либо там частично фиксировать выходить позицию кэш для того чтобы иметь деньги на откуп по более низким ценам вот такие вот ситуации на текущий момент на рынке артем тебе слово спасибо тебе александр ну что друзья мы для вас разобрали снова рыночную ситуацию техника фундамента принимайте решение мне кажется осветили большой такой спектр финансовых активов причем разных сегментов то есть кому-то точно что-то придется по душе обязательно оставляйте ваши комментарии что нужно добавить заработали ли вы там какой инструмент вы для себя пишите об этом нам будет приятно читать посмотреть и мы всегда готовы опять же подстраивать контент под до ваш потребности ну что хорошего тени хорошей недели закрытия недели и до следующей встречи спасибо большое артем друзья всем хорошей недели хорошего дня и увидимся во вторник всем пока пока